Всем привет, друзья! Меня зовут Николай. И сегодня мы вместе с вами попробуем молоко Авида. Молоко Авида, внимание, 5,5%. 5,5% это, в общем-то, весьма жирное молоко. И я люблю жирненькое молоко. Не люблю обезжиренное. Чем жирнее, тем вкуснее, тем лучше. Соответственно, это ультрапастеризованное молоко. Мы заботимся о своих коровах на нашей ферме, чтобы вы могли начать свой день с кружки свежего вкусного молока. Прекрасно. Вот так выглядит упаковка. Тут всякие составы и так далее. И сзади еще стихи на тему. Произведено Белгородскую область, город Старый Оскол. Северная промзона. Северная промзона. И изготовленная из нормализованного молока. Ну и, естественно, 5,5% как они их получают. Эти 5,5% они, грубо говоря, вынимают сливки из огромного количества молока. И потом их прекрасным образом сливают, нормализуют, чтобы было ровно 5,5%. В общем-то, это стандартный способ приготовления молока, если это не цельное молоко. Но, в общем-то, ничего плохого нет. Практически все молоко такое. И это замечательно в целом. Давайте попробуем, как оно. Я его открою. Оно должно быть очень жирным. Смотрим, узнаем, насколько. Так. Оп. В общем, такой нейтральный запах. Запах молочной. Скатерть какая-то. Прямо молочная скатерть, молочные берега. Да, чувствуется то, что оно жирненькое. Жирненькое такое. Не сметана, конечно, но... Чувствуется, безусловно. Такая консистенция у него. Прямо оно какое-то такое насыщенное. Кстати, вкусное молоко. Такое, знаете, с привкусом сливочной помадки. Даже что такое молочный шоколад какой-то. Прямо чувствуется в этом молоке. На самом деле, действительно вкусное молоко, потому что у него нет... К примеру, я не могу учить никаких нехороших привкусов. То есть, это молоко, оно абсолютно вот... Правильное, молочное. Совершенно в нем нет никаких неприятных привкусов. Друзья, я даже, честно говоря, удивлен. Когда я увидел молоко на прилавке 5,5%, первая моя реакция подумала, блин, ну, намешали туда сливок, в общем-то, да. Что из этого получится? Но я никак не ожидал, что оно будет вкусным. В общем, оно вкусное. Да, действительно. Что я могу сказать? Это молоко, пожалуй, даже вполне может посоперничать с леонозовским молоком. Вот из всего пакетированного молока, одно из самых лучших, как я говорил, красное молоко с красной буквы М, леонозовское, ну, вот это вполне может с ним посоперничать. Хотя, конечно, вот... То есть, вкусовое качество отменное, но упаковка мне не нравится. Вот эта вот эмблема Авида мне не нравится. Мне не нравится, потому что это какой-то хлеб, да. Стакан молока, окей, но хлеб. Не знаю, кто ест белый хлеб с молоком? С молоком? Не, ну, я тоже иногда ем хлеб с молоком, но уж точно не французский багет. Не знаю. Мне кажется, упаковка не очень все-таки, да. То есть, нужно выбрать какую-то стилистику, либо чтобы все было вот такого цвета, грубо говоря. А тут какая-то мешанина. Тут все цвета радуги, так не делают. Это, ну, дизайнер-то хреновый. Это зачастую виноват не дизайнер, а заказчик, потому что дизайнер сделает все нормально. А потом заказчик скажет, а вот сделай-ка, давай-ка разнообразим все, и заказчик все портит. Не знаю, кто тут. Что? Я бы порекомендовал вам делать ребрендинг. И могу вам сказать, что действительно молоко хорошее. Вкусное, правильное, без единой нотки чего-то нехорошего, друзья. Я удивлен. Хорошее молоко, рекомендую. Можно сказать, среди пакетированного молока оно в топе. Наряду с Леонозовским и другими. Ну что же, друзья, надо, кстати, будет составить список и выложить его на сайт. Я займусь ним когда-нибудь. Давайте обсудим, в общем, молоко из Белгородской области. Всем привет. Из города Старый Оскол. Старый Оскол, привет. Какой там с молоком? Ну, я думаю, все хорошо как раз. И давайте обсудим молоко Авида. Кто пробовал, как вам оно. И, может быть, еще какие-то продукты этого комбината есть, этой марки. Давайте их тоже обсудим. И обсудим молоко с высокой жирностью. То есть тут жирность 5,5%. Это, конечно, очень много. Ну, для меня, чем больше, тем лучше. В целом, если ты более или менее занимаешься спортом, то ты можешь есть любые продукты любой жирности. И все будет хорошо. Ну, если, конечно, малоактивный образ жизни, может быть, имеет смысл обезжиренный. Не знаю. Но я все равно бы не рикнул. Вот. Ну, что ж, друзья. Давайте пишите свои дичайшие комментарии. Я их очень жду. С вами был Николай. Пока.